Здравствуйте, я Александр Кочкин и это программа Садовые Истории. Сегодня мы хотели бы поговорить с вами о пионах. Сегодня у нас с вами 5 июля и пионы уже отходят, но отходят они только у меня, может быть у вас они еще и цветут. Пионы на самом деле цветут в средней полосе России примерно с конца мая по середину июля, то есть есть поздние цветы, но так как у нас все-таки немножечко другая зона, наши цветы начинают цвести значительно позже, то есть наверное где-то середины июня или может быть с начала июня и наверное могут цвести до августа. Как это узнать, как это понять, мы можем с вами только вместе. Для этого я в конце передачи объявлю один маленький конкурс, но давайте все-таки вернемся к пионам. Они отцветают и нужно не потерять время, чтобы рассказать о них. Пионы это одни из легендарных цветов, они упоминаются наряду с лотосами достаточно давно. Предположим, самое первое упоминание в европейской литературе относится к 358-362 году до нашей эры. Причем к пиону лекарственному описывается в трактатах о свойстве пионов излечивать некоторые болезни. Затем в греческой, точнее наверное в римской уже литературе появляются упоминания опять же о лекарственных качествах пиона примерно в 72-73 году первого века нашей эры. Но почему же пион стал таким легендарным? Во-первых, конечно из-за красоты цветка, из-за того, что он цветет очень красиво, он очень большой, он неприхотлив в своей агротехнике, он выносливый, он переносит достаточно большие перепады температур. И эта красота навеяла достаточно много легенд. Почему мы говорим легендарный? Именно потому, что существуют определенные легенды. Вот например, почему его назвали пион? По одной легенде этот цветок назвали в честь врачевателя, который с его помощью вылечил Аида. Аид это бог подземного царства. И этот врачеватель был учеником Эскулапа, то есть он превзошел самого Эскулапа, и Эскулап решил его отравить. Но боги Олимпа были милостивы и не дали умереть этому врачевателю, а увековечили его, превратив в прекрасный цветок. Представляете, какая замечательная история. На другом же конце, скажем так, нашей земли, в то время мы знали только Евразию, поэтому на другом конце этой земли, то есть в другом центре колыбели цивилизации в Китае была другая история. Там в основном возделывали именно древовидные пионы. Они очень красивы, потому что у них очень большие цветы. Они от 20 до 30 сантиметров в диаметре. Представляете, вот такой вот цветок большой. Так вот, один из императоров, точнее претендентов на престол, перед своей коронацией приказал всем цветам зацвести именно в тот момент, когда он взойдет на престол, когда он будет коронован. Все цветы исполнили его желание, раскрывшись и превратившись замечательное, феерическое представление именно вот этой красоты. И только пионы не зацвели. Тогда император, рассердившись, велел перенести все пионы в город Луэань. Все пионы по приказу короля были собраны в телеге и их повезли в этот город. Город был достаточно отдаленный от столицы. Столица тогда находилась не в Пекине. И в этот город привезли все цветы. И как только они достигли ворот города Луэань, все цветы зацвели. В этом городе до сих пор существует самый большой в мире парк пионов. Но китайцы молодцы. Они хранят тайну о своем парке достаточно хорошо. Я перекопал весь интернет, но я не нашел ни фильма, ни хороших достаточно качественных фотографий о этом парке. О парке пионов. Вот так. Вот такая вот история. Но начнем с вами разговаривать о самих пионах. Я был любопытен и поэтому, когда задумывал эту передачу, побежал по своим соседям посмотреть, а какие же пионы есть у них. У меня вот есть розовые пионы, бледно-розовые пионы и, я надеюсь, будут еще ярко-красные. Они сейчас еще молоды, поэтому еще не расцвели. У моих соседей оказались достаточно интересные экземпляры и белых пионов, и красных пионов, и пионов махровых, и пионов простых. И поэтому очень хотелось бы понять, а что у нас вообще в Бурятии есть из пионов, чтобы, может быть, даже собрать какой-то маленький лаянский парк пионов. Тоже было бы интересно, наверное. Так вот, когда я это разнообразие увидел, я понял, что нужно рассказать вам о том, как вообще классифицируются пионы. Пионы бывают нескольких видов и, соответственно, их по-разному классифицируют. Одна классификация – это по месту их нахождения, то есть первооткрывания. Предположим, существуют пионы китайские. Если вы увидите в каталогах так называемые молочноцветковые пионы, у них есть второе название – китайские пионы. То есть это то, чем занимались китайцы. Их селекция, их труд – вот это они. Затем существуют пионы Марин Корень – это наш пион. Существуют пионы Кавказские, существуют пионы Крымские. Существует пион Малакасевича, но в большей степени все-таки пионы делятся на три части. Это травянистые пионы, то есть те вот, вот это как раз травянистые пионы, те, которые выбрасывают большие стебли и затем эти стебли на зиму убираются. Вторая большая группа, но не такая многочисленная, но все-таки достаточно большая – это древовидные пионы. Третья группа – это гибриды. При этом очень интересна история их создания, этих гибридов. В 1948 году в Японии селекционер Таиши Ито начал экспериментировать с пионами. Он хотел получить желтый пион, именно желтого цвета. Это достаточно на тот момент было редкостью, их практически не было. И он скрестил древовидные пионы и травянистые пионы и получил так называемые ито-гибриды. Они обладают свойствами и тех, и других – морозостойкостью травянистых пионов и красотой и величиной цветка древовидных пионов. Поэтому эти пионы достаточно редки и достаточно дороги. Я посмотрел в каталогах, один отросток с двумя почками может стоить до 5800 рублей. Представляете, какая ценность? Это достаточно дорого. Ну, не достаточно, это сильно дорого. Но это стоит того. Вопрос, как это будет приживаться на нашей земле, я не берусь экспериментировать, для меня это тоже очень дорого. Но, может быть, кто-то, большой любитель, большой селекционер попробует, и тогда мы об этом обязательно расскажем. Так вот, травянистые пионы, как я и говорил, делятся на достаточно большие группы по их местонахождению и по их гибридам. Древовидные пионы в меньшей степени делятся на какие-то определенные группы. В основном это по форме цветка. Если же мы будем говорить о пионах, в основном именно травянистых, потому что мы их возделываем, то они могут делиться еще тоже именно по форме цветка. Почему я об этом начал говорить? В каталогах я увидел молочно-цветковые и японские. Я перерыл всю литературу и японских, вот специальных японских не нашел. Затем, когда я стал искать уже различия по форме цветка, вот здесь-то я и нашел японскую форму цветка. Как же делятся пионы по форме цветка? Я специально себе это выписал. Итак, простой. Простая форма цветка предполагает, что у вас либо 5, либо 10 больших внешних лепестков, то есть либо один ряд, либо два ряда, и большое рыльце из пестиков и тычинок. Вот это простая форма цветка. Ей как раз обладают большинство старых форм пионов, первородных форм пионов и первичных гибридов. Хотя и последние тенденции моды предполагают, что форма цветка может быть простой. Затем, полумахровые. Что это такое? Полумахровые – это когда лепестков достаточно много. Их не 5, не 10, их может быть до 80, но они расположены достаточно хаотично. То есть нет такой вот определенной пропорции, определенной формы. Он такой рыхлый или, как его еще называют, кудрявый. Следующая форма как раз японская, то, о чем я вам говорил. Либо в Великобритании это называют императорской формой. Это форма, с которой работали японцы и работали достаточно долго, на протяжении около 200-250 лет. Они смогли как раз упорядочить лепестки и тычиночные нити умудрились деформировать. И поэтому получается достаточно интересный вид, когда у вас есть четкая абсолютно розетка и достаточно длинные, деформированные, кажущиеся тонкими лепестками формы тычинок. Тычинок там почти нет. Они могут быть, но их почти нет. И чаще всего они желтого цвета. Вот это японская форма. Дальше. Махровые. Махровые делятся еще на несколько видов. Они могут быть розовидные, то есть когда у вас весь цветок полностью состоит из лепестков и он формирует именно вот такую розочку. Затем он может быть корончатый. Это когда у вас внешние лепестки достаточно крупные, а внутренние более мелкие и узкие. И при этом они закрываются вот в такую коронку. То есть они загибаются внутрь и получается вот такая вот коронка. Поэтому они называются корончатые. Так? И еще есть такая интересная форма. Называется бомбовидные. Когда они очень похожи на корончатые, но внешние лепестки тоже начинают заворачиваться внутрь. И поэтому образует такой вот более плотный цветок. На самом деле этот цветок, вот эта форма цветка была выведена в Соединенных Штатах. И называется она по названию одного из десертов мороженого, который называется бомб. То есть по форме они достаточно похожи. Поэтому они так и называются. И одни из самых интересных, это наверное шаровидные. Когда у вас цветок полностью закрыт, лепестки полностью его закрывают и оставляют только маленькое отверстие, куда может залезть муха, либо пчела, либо шмель для того, чтобы опылить цветок внутри. Но такие формы вообще очень редки, потому что мы все-таки любим любоваться цветком, когда он больше раскрыт. Последнее это анимовидные цветы. Это чаще всего такая одна из более продвинутых форм японского, японской формы цветка. Молочноцветковые растения, молочноцветковые пионы делятся тоже в свою очередь на три группы. На самом деле это самая распространенная группа пионов. Их до 2 третей всех пионов, которые продаются на рынке. Они делятся, как я и говорю, на три таких больших группы. Первая группа это парковые. То есть это цветы, которые вырастают не выше, чем на 60 сантиметров, и очень хорошо переносят все невзгоды, которые их предполагают в общественных местах, которые они могут быть подвержены в общественных местах. Это и недолив, это солнце, это загазованность, это частые прикосновения людьми. Они это все выносят и спокойно растут. То есть это самые выносливые пионы. Вторая часть это срезные пионы. Здесь достаточно интересно. Дело в том, что они-то как раз выбрасывают очень высокий, очень высокий стебель, который можно срезать. Во многих странах пионы являются такими признаками любви. В Китае, если вы увидите, что молодой человек дарит девушке букет пионов, а если еще и белых пионов, то это вообще замечательно, значит свадьба очень близко. В очень многих букетах сейчас, в том числе, ну чаще всего в весенних, потому что цветок весенний, начало лета, в букетах невест присутствуют пионы. Это всегда очень красиво, это всегда очень романтично. И третья группа это универсальные. То есть пионы, которые хорошо стоят в срезке, они стоят до двух-трех недель и они очень хорошо переносят невзгоды агротехники, когда начинающие садоводы их не всегда поливают, не всегда рыхлят. Так вот, и сразу мы перейдем от этого к агротехнике. Что же нужно для того, чтобы выращивать пионы? Во-первых, нужно понять, где пионы должны у вас сидеть. Почему? Потому что если в том же самом Южном Китае либо в Японии их стараются притенять, то в средней полосе России и у нас тоже в Бурятии, наверное, их лучше всего сажать на самом солнечном месте, чтобы они как можно больше получали света. Потому что они у нас не широколистные, а узколистные, поэтому свет им нужен постоянно, он должен быть большим. Это первое. Второе. Пионы могут расти на одном месте больше десяти лет. В Китае существуют экземпляры, которые сидят на одном месте больше ста лет. Поэтому под них нужно подготовить достаточно большую ямку, посадочное место, потому что они будут разрастаться и питания им может не хватать. Поэтому лунку мы сразу под них, то есть землю перед посадкой, мы готовим под них примерно 80 на 80. Ну и глубиной тоже достаточно приличной, потому что корни там потом разрастутся. Далее. Кормление. Кормить наши растения мы будем с вами три раза всего. Первый, когда только появляются первые почки, это кормление азотными удобрениями. Второе. Мы будем с вами кормить, как только у нас вылетели бутоны. Вот они еще не набрали, не набрали полностью цвет, но вот они уже поднялись. Поэтому мы кормим второй раз. Кормим полными удобрениями. И третий раз полными удобрениями мы кормим во время цветения. Больше кормить его не надо. Можно еще калийными удобрениями в конце августа подкормить для того, чтобы корневая система начала лучше разрастаться. То есть в это время как раз начинают расти корневая система. Начинают расти корешки. И вот здесь их надо подкормить. Как раз в это время и можно делить наши пионы и пересаживать их именно в конце августа, в начале сентября. Для того, чтобы молодые корешки, которые только-только начали формироваться, начали формироваться уже в новом месте. Можно пионы размножать достаточно разными способами. Как я сказал, это достаточно неприхотливое растение. Можно его размножать делением корня. Когда вы берете несколько почек и затем в течение четырех лет не подходите и не ждите, что цветы у вас будут. Другой способ. Можно, конечно, это делать отводками. То есть вот сейчас, когда цветы мы срежем, а их обязательно нужно срезать, если вы не хотите, конечно, взять семена. Это еще один вариант. Но сначала я расскажу об отводках. Несколько веточек мы прикалываем к земле и присыпаем землей. В этом месте образуются корешочки. И это мы можем посадить в сентябре месяце в землю, укрыть и обеспечить нормальную зимовку для того, чтобы растение себя начало хорошо чувствовать и адаптироваться к данному месту, куда его пересадили. Третий способ, как я уже сказал, с семенами. Можно не обрезать цветы, просто убрать лепестки и после этого ждать, когда у вас образуются коробочки с семенами и затем этим заниматься. Чаще всего этот способ применяют, если занимаются селекцией, то есть чтобы вывести новый сорт пионов. Если вы селекционер, я буду очень рад с вами познакомиться. И это очень-очень интересно. Это основные способы. Да, я забыл вам рассказать о самой интересной истории. На самом деле мы тоже являемся носителями легенды о пионах. Как вы думаете, какой цветок описывал в своей сказке «Аленький цветочек» Сергей Оксаков? Правильно, пион. Это был пион Мариен Корень. Ну вот на сегодня все о пионах. И сейчас я хочу объявить один маленький конкурс. Любой садовод любит свои цветы. Он всегда их фотографирует, иногда выкладывает даже в соцсетях. Вот я прошу вас, пожалуйста, пришлите на нашу почту свои фотографии пионов. Самая лучшая фотография будет обязательно вознаграждена. А мы с вами узнаем, какие пионы растут в Бурятии. Договорились? Замечательно. Ну вот мы снова вернулись к нашей работе. На этом наша передача заканчивается. Передача называлась «Садовые истории». Я Александр Кочкин. До встречи! И я жду ваших писем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова